Хей-хей-хей, друзья, с вами Стивпро, и сегодня я покажу модную мини-карту для Майнкрафта Пакетришн. После вступки данного мода в нашем мире появляется настоящая мини-карта, с помощью которой вы ни в коем случае не заблудите. Что ж, при зажатии этой карты у нас открываются её настройки, где вы можете её детально настроить. То же, во-первых, вы можете выбрать, на сколько у нас будет прогружаться, но лучше выбирать стандарт, то есть 4 чанка, да, чтобы у вас ничего не лагало. Здесь вы можете выбрать зум, вот, но зум тоже ничего не прибавляет, поэтому я рекомендую ставить зум в пределы 20, чтобы ничего не лагало, как я ещё раз говорю. Вот, здесь вы можете настроить, что у вас будет отображаться на карте, как у вас будет отображаться значок вашего персонажа и других персонажей. Ну, лучше всегда выбирать, наверное, стандартный значок Майнкрафта. Если честно, мне нравится это больше. Также есть функция отображения всяких сундуков, то есть, если вы будете летать в каком-нибудь там обычном мире, то вы сможете видеть скрытые сундуки, да. Эта мини-карта вам довольно много чем поможет. Что ж, идём дальше. А дальше вы сможете настроить положение этой карты, то есть, она сможет у вас находиться в левом или в правом углу, а может быть, в самом низком углу. Сейчас я вам покажу. Теперь она находится в правом нижнем углу, да. Это как-то странно, и это очень неудобно, да. Мне, честно, это неудобно, поэтому мы её поставим на наше прежнее место. Так, давайте перезагрузим, вот всё нормально. Заходим обратно. Ну и всё же, здесь вы можете выбрать её размер. Дамся за этот размер. И здесь вы можете выбрать уже её стиль. Ну, если честно, мне нравится именно такой стиль. Вы можете сделать её круглой. Да, именно круглой. Но мне, опять же, нравится именно квадратная. А здесь вы можете включить обновления. И здесь глобальные настройки. То есть, сколько вы хотите дать с FPS своей карте. То есть, чем больше FPS, тем больше приседаний в игре. Но зато будет очень гладко двигаться карта. Поэтому всё решать. Или, можно сказать, всё зависит от вас. Вот такие настройки именно в этой мини-карте. Как видите, всё работает. Всё деталям проработано. Ну и что ж. Мод довольно прикольный. Поэтому скачивайте и оценивайте его сами. На этом всё. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok